И здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Андрюха Рейса. Добро пожаловать вот куда-то, если фокус, конечно, поймается, вот-вот-вот сюда. Короче, что-то типа обзора на вот-вот-вот что-то типа вот этого, да? Короче, ну посмотрим вот это что-то типа вот-вот этого и давайте уже разбираться, что к чему и почему. Начнём, наверное, с вот входа в комнату. Нельзя рекламировать энергетики, да? 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 Короче, ладно. Это карта, карта обычная, карта мира. Она у меня, наверное, уже, ей, наверное, уже лет 10, если я не ошибаюсь. Короче, года 2012-го она у меня появилась. И да, кстати, очень всё плохо, плохое качество. Короче, тут самодельный шлем, самодельный раскрашенный обычной кисточкой, типа вот такого, типа сианфеталь, типа все дела. Это я уже сделала что-то типа вот такого красивого макета. Это формула 1 автоколлекшн. Так, вроде я сегодня пульсию стёр. Да, короче, 6 моделек. Пока что 6. Скоро пойду за ферраль 2017-го года, если я, конечно, найду свою мухосранскую. Просто 93-й фетель для 2013-го, Лауда 77-й вроде. Это у нас Бенеттон 94-го, это у нас ферральный 2015-й, ну и Макларен, да, из первого выпуска. Дальше у нас свет, свет, свет наше всё. Отлично! У нас есть свет, у нас есть свет, вау! Вот это вот всё. Ну и, короче, вот самое рабочее место. Вот этот вот стул, это на нём было первое видео на этом канале. Ссылочку оставлю в описании, кто хочет зайдёт поржёт. Мы в паблике, не в паблике ВК, а точнее у нас в чатике. Мы коллективно этим ржали. Переходим дальше. Дальше у нас клавиатура, мышка, всё, в принципе, почти самое дешёвое. Дальше у нас кокпит. Кокпит это достаточно серьёзные вещи, потому что этот кокпит самодельный. Вот так вот всё выглядит, вау! Самодельный кокпит, в принципе, плюс-минус 7К, 100 долларов ушло вот на постройку вот данного чуда. Такого вот ватсовское сидение, кстати, да. Снимаю без стабилизатора. Дальше у нас педальки. Педальки обычные, G27, руль обычный, G27. Что ещё тут от G27? Коробка обычная G27. Ну и, в принципе, по рулю всё вот закончено. Что у нас дальше, в принципе, кокпит сам я про него уже рассказал. В принципе, тут просто используются вот трубы, сидушка от ваза. Опять-таки повторюсь. Ну и деревянные вот эти вот фигни, на которых, господи, всё и стоит. Кстати, не очень ровно. Так что мне пришлось колхозить как-то под немного другим углом базу, чтобы примерно было вот ровно ко мне. Дальше у нас идёт монитор. Монитор, монитор. Это монитор обычный, самсунговский. В принципе, я им рад. В принципе, он нормальный. Вот так вот примерно. Как я всё это вижу? Я это вижу вот примерно вот так вот. Да. Вот так вот я вижу всё, что вообще происходит. Давайте попробуем поймать фокус. Короче, ладно, вы поняли, что это всё у меня происходит вот так вот. Допустим, откроем Steam на фон, зайдём в библиотеку и тут у нас вот F1 2019. Ладно. Дальше у нас что? Да, вот такие вот у меня программки. Твой рабочий стол. Дальше у нас свет. Опять-таки, обычная лампа, которую можно купить где угодно, наверное. Она вроде стоила в районе 2000 рублей, если я не ошибаюсь. Да, мажор. Мажор с лампой, но без нормальной камеры. Я снимаю на телефон. Ладно. Гениально. Колонки, опять-таки, дешёвые. Пока что дальше там провода. Вот это моё счастье, которое я лепил из лего, да, делал. Делать было нечего просто, поэтому я это и делал. Собственно говоря, там у нас не надо смотреть, что там у нас первый класс. Да, здравствуйте. Ну и, в принципе, окно, да. Теперь вы можете понять, где я живу. На улице нет души просто, но вот кроме редкостных дебил. Кровать, кровать, Человек-паук покрывала. В принципе, нормально, спать удобно. И, в принципе, эта вся конструкция у меня стоит не всегда так, потому что я не могу себе позволить, чтобы у меня было два рабочих места пока что. Поэтому вот этот кокпит, он такой двигается, да. Сейчас там просто провода подсоединены, потому что буквально через час мне надо прыгать уже обратно в этот кокпит и снова вкатываться в монту, потому что сегодня воскресенье, а значит, Формула-зеро. Да, привет вам в будущее, кто смотрит. Привет из прошлого, да. Короче, эта вся Бандура двигается вот сюда, и тут просто стоит кокпит. И сюда пододвигается вот этот вот замечательный советский стульчик, который переживет, мне кажется, еще очень много кого. Убираются вот эти вот книжки, на которых все стоит, господи. Потому что я не могу сделать нормальный наклон монитора каким-то другими способами. Ну и я сижу, монтирую спокойно, но скоро у меня в перспективах сделать второе рабочее место вот тут вот. Это все отодвинется вон, вон, вон туда. Это передвинется чудо обратно вон туда, где оно у меня раньше, собственно говоря, и стояло. Это, конечно, закроет карту, но в принципе, зачем мне карты, если, ну, как бы... География, да. Географию я потеряю немного. Короче, у нас будет тут стоять монитор, и тут будет просто клавиатура, какой-нибудь стульчик гаммерский. Ну и вот тут вот будет просто рай Симрайсера, потому что тут будет стоять кокпит, надеюсь, скоро с фанатеком, монитором, там компьютер, кстати, вон компьютер, вот-вот там вот. Тут дофига проводов, все, конечно, некрасиво, а не культурно, но, в принципе, мне что-то немного... Да, кстати, провод, провод-интернет, зацените. Скоро, надеюсь, там просверлю какое-нибудь отверстие, и там будет, собственно говоря, проходить этот интернет. Ну и, короче, тут будет стоять на постоянной основе кокпит с микрофоном. Микрофон, вы все прекрасно знаете, у меня новый появился. Ну и, в принципе, я могу на этом, надеюсь, закончить. И, в принципе, что могу сказать? Играть мне пока что, в принципе, комфортно. Кокпит, в принципе, хороший. Сижу, играю в носочках, такой типа поп-оп-оп. Попереключал передачки, тут что-то нажимал, попечатал, отправил. Ну и, в принципе, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok